Девушки отдыхают Серым, неуютным, неприспособленным для жизни, то совсем беда Но наш герой Юрий Ритченко не готов с этим мириться И вместе со своими друзьями он шьет необычные пестрые вещи Для деревьев и велосипедов Украшение городских объектов разноцветными чехлами называется ярнбомбинг И переводится как бомбардировка пряжи Это течение очень популярно за границей А в России появилось лишь несколько лет назад И стало развиваться благодаря Юрию Ритченко Сегодня он и его подруга Маргарита решили принарядить деревья в одном из дворов в центре Москвы Нужно для этого немного Уже готовые связанные полотна, инструменты, ну и, конечно, хороший помощник Здравствуйте Здравствуйте Я, судя по всему, точно перешел по адресу Алексей Юрий Очень приятно Маргарита, очень приятно А я могу поучаствовать? Да, обязательно, видите? Нет А шить? Нет Научимся? Все, отлично Наконец-то шить научусь Как начинающему ярнбомберу иголку мне доверили безопасную, большую и пластмассовую Кстати, на улице такой шить даже удобнее Вставили подлиннее нитку и вперед А срывают вот это все часто, нет? Случается, но очень редко Редко, да? В основном граждане относятся к нашим инициативам с большим восторгом, с чувством бережливости Иногда, если где-то шовчик разойдется, они сами подправят, видно по другому цвету ниток Олени мы выбрали не просто так, да? Это такой классический вариант свитера Новогоднего с оленями, Новый год у нас совсем близок, поэтому я думаю, что многие это оценят Одеть можно все, что угодно Мы одевали водосточные трубы, машины, деревья, заборы, детские площадки Были даже рога от троллейбуса однажды А главная цель, для чего это делается? Делается для того, чтобы повысить уровень настроения у прохожих Для того, чтобы прохожие увидели, подошли, потрогали, сфотографировались У них улучшилось настроение Они улучшили настроение своим друзьям, коллегам, показав фотографии, рассказав о том, что они увидели То есть это то, ради чего мы делаем, количество улыбок Все-таки недаром увлечение Юрия называется ярнбомбингом Все акции, которые он успел провести в Москве, это просто взрыв ярких красок Например, ко дню города он вместе с друзьями смастерил карту столицы 6 на 5 метров В центре вязаный Кремль Он расстелил эту карту на улице Тверской А во время фестиваля «Яркие люди» все деревья на Неглинной одели в разноцветные полотна Еще один подарок городу Водосточные трубы на улице Покровка вдруг стали желтыми в горох или полосатыми, как чулки у клоуна Под тканью исчезли тысячи рваных объявлений и глупых надписей И еще много разных масштабных идей А ведь помогают нашему герою всего 7-8 человек И делается все это абсолютно бесплатно Юр, вы знаете, в какой-то степени мне это напомнило граффити, который существует по всей планете Но, насколько я знаю, граффити далеко не все принимают, так сказать, с удовольствием Ярнбомбинг называют по-другому вязаной граффити как раз Ага, то есть... Есть аналогия, вы абсолютно правы Только разница в том, что граффити наносится краской И изделия портятся, на которые наносятся стены, автобусы и так далее А здесь совершенно спокойно можно подойти, взять ножницы, снять полотно И предмет приобретает правозданный вид сразу Поэтому власти про нас знают Мы общались с управами в районах, где мы бомбили из префектуры А проблем нет В принципе, я закончил, ну, как мог Возможно, после меня надо будет все доделать, но так, для начала, ничего Я первый раз прошел Да, предлагаю селфи сделать Давайте сделаем селфи Ага Если масштабные акции не предвидятся, то раз в неделю-две Юрий с друзьями отправляется украшать деревья По просьбе детских садов или жителей какого-нибудь двора Вот как сейчас Совсем недавно, например, в яркие свитера облачились деревья, которые растут перед детским отделением онкологического центра на Каширском шоссе Понятно, что такая волонтерская работа – дело затратное Ведь на одно дерево уходят пряжи, как на два больших свитера Деньги приносят коммерческие заказы Многие компании с удовольствием приглашают мастеров украсить двор Полученные средства поступают в общий фонд На них Юрий и закупает пряжу для своих проектов Он у нас новатор, таких больше нет Причем иногда с такими идеями обращается Сначала думаешь, нет, это нереально Но он настойчиво требует, надо сделать, мне кажется, это будет здорово, это будет такой позитив И постепенно загружаешься, загружаешься этой идеей И, как правило, все получается идеально Юрий работает слишком много, иногда его приходится даже останавливать Потому что не только поток фантазии Он готов и по ночам работать, и следить за производством, которое все должно вовремя связать И организовать всех мастеров, которые приедут и будут проводить мастер-класс с детьми, либо с прохожими Требуется много усилий, скажу честно А я вам скажу, что усилия эти не пропадают зря На обычной крохотной детской площадке голые деревья стали яркими белокрасными, напоминая шубу Деда Мороза Холодные лавочки утеплились синими вязаными покрывалами И на них тут же стали усаживаться прохожие Это украшает город Конечно, в районе Красной площади, наверное, это было бы немножко Хотя, если использовать государственную символику, наверное, было бы в тему Здорово, потому что, особенно сейчас, наше прагматичное время Когда все думают только о деньгах, о заработке, о каких-то планах Вот такой вот кусочек фантазии, такие скандинавские мотивы Они украшают жизнь, и они дарят нам праздник Рождества, который мы скоро ожидаем Тепло людей, общение людей Я думаю, что это стоит того Мне вот нравится, это красочные вот деревья обвязывают Если бы меня попросили, я бы тоже начал делать, помог бы Пусть веселее, и так на душе тоскливо все время информация По новостям передают, что то там плохо, там плохо, там ожидают чего-то плохого Не готовьтесь к хорошему, а тут немножко глаз радуется Удалось мне побывать и в мастерской у Юрия Конечно, в ней яблоку негде упасть Кругом вязаные шарфы, звери, новые полотна для украшения деревьев Все очень яркое и в самом хорошем смысле трогательное Как и сам хозяин мастерской Он очень позитивный, очень неактивный, очень деятельный человек В нем сочетаются такие качества, которые достаточно редко сочетаются в людях Когда человек может что-то безвозмездно, что-то вот раз так вот и сделать Для всех просто Просто от душевной доброты, от тепла, от большого количества хороших и добрых эмоций Что делать людям, которые хотели бы каким-то образом поучаствовать в ваших проектах? Куда им обращаться? Чего им делать? Есть сайт Трикотаж Клуба и социальные сети Мы там постоянно публикуем информацию о том, когда у нас что намечается И публикуем фотоотчеты о том, что мы сделали А вы легко принимаете людей со стороны волонтеров, каких-то добровольцев? Да, конечно, для этого не нужно обладать какими-то особыми навыками Просто нужно иметь желание и свободное время У меня же возникло огромное желание вручить Юрию Ритченко нашу статуэтку Вы настоящий золотой человек, спасибо вам большое Спасибо Здорово Субтитры создавал DimaTorzok